Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я не знаю почему, но сегодня я почему-то очень сильно волнуюсь перед видео. У меня так давно не было. Вернее, это было тогда, когда я только начала снимать вообще видео для Ютьюба. Не знаю, с чем это связано. У нас сегодня с вами мимоза. Здесь у нас мои любимые маслины. Мои любимые брокколи. И вот такой вот салат мимоза в форме тортика. Рецепт вы можете найти на моем кулинарном канале, который называется iCook. Посмотрим в разрезе на этот тортик. Мне эти цветы не хочется как-то травмировать, поэтому убираем в сторону. Ой, прям аппетитно. Класс! Некоторые до сих пор пишут в комментариях, вот смотрите как. Очень аппетитно выглядит. Некоторые еще до сих пор пишут в комментариях, что Айка, это же не твои руки, зачем ты нас обманываешь? Ребят, я уже устала вам говорить, что iCook мамин канал. Я просто снимаю. Просто записываю сверху звук. Поймите это, не задавайте этот вопрос. Что здесь такого? Брокколи. Брокколи. Сегодня выложила бешбармах. С утра сегодня ничего не снимала. Была на работе. Пришла, смотрю, темно. Думаю, нет, темно снимать. Не буду, завтра засниму. А потом мы с мамой вот это начали готовить. Я такая думаю, блин, я не могу держаться, мне хочется разрезать и съесть. Решила уже при таком освещении. Вот как вы думаете, как лучше? При дневном освещении или вот так вот? Мне кажется, все-таки дневное освещение лучше. Напишите, пожалуйста, свое мнение, мне очень важно. Что вы скажете? Просто вкусняшка. Я в своем инстаграме поставила пост. Точнее, статус о том, что напишите, какую тему мне обсудить в сегодняшнем видео. И, наверное, 80% людей ответили, обсудить тему беременности Марьяны. Я сначала вообще была в шоке, когда кто-то так написал. Мне стало настолько интересно, я начала в Ютубе лазить. На самом деле, это правда или нет? Но Марьян уже давно не снимает, вроде как. Это просто, ребята, блогер моего детства. Я каждый день пересматривала ее видео, и мне она очень нравилась. Когда она с Иван Гайм встречалась. Вот как раз-таки 5 лет назад, когда вот у них были отношения, я смотрела их видео, и вообще прям фанатела, если честно. В Ютубе я ничего не нашла. Конкретной никакой информации на эту тему. Потом зашла в Инстаграм и увидела ее пост. Потом статус, где она показывает животик. И, блин, это так мило. Это так мимимишно. Как же круто все-таки, что в моде сейчас семья, дети. Все люди там поздравляют, все это хорошее желают. И когда маленькая была, думала, что вот сейчас модно иметь семью. А когда мы вырастим, ни у кого не будет семей. Это уже будет другой мир. Я прям была удивлена, честно, очень рада за нее. Желаю каждому, кто смотрит меня, у кого нет детей, заиметь детей, заиметь семью, найти любимого человека. А именно в 2020 году, чтобы все вокруг были счастливы. Потому что, не знаю, может, я раньше никогда не замечала, но в последнее время, мне кажется, всем делают предложения. Все выходят замуж, кто-то рожает. У меня, например, одногруппница выложила сториз. Там они домой позвали Дедушку Морозу. У нас есть такая услуга. Ты можешь позвать Снегурочку и Деда Мороза. Мне кажется, везде это есть. Ну, в общем, для своего сына. Она вышла замуж где-то на первом курсе, и мы все думали, ой, семья, бедненькая, как же ей тяжело будет. Все на нее смотрели, знаете, с такой жалостью, как же ей тяжело будет. А она, знаете, со всем этим справилась. То есть на экзаменах она писала даже лучше, чем мы все. Хотя у нас ни детей, ни семьи, ни забот. Вот. И она выложила сториз, где у нее сын играется с вот этим вот дедушкой, с Дедушкой Морозом. Получается, что сыну где-то три годика, ну, блин, такой, знаете, пацан ходит. Я такая думала, блин, это же та девочка, которая с нами на первом курсе сидела. Мне как-то с одной стороны так дико, у нее уже дети. Не то, что зависть или что-то, нет, в хорошем смысле, просто как быстро летит время, и как мы быстро взрослеем, неужели вся жизнь так быстро пройдет. Вот у меня вот такая вот вдруг мысль возникла. иногда, когда видишь такие мимимишиства, ты думаешь, что реально, да ну нафиг, всем нужна семья. Карьера и все такое, это, конечно, хорошо, но семья самое главное. Реально прям. Я последние годы, правда, уже Мариану не смотрю, просто потому, что она, наверное, снимает немного детский контент, и по идее она уже выросла, но все равно снимает что-то детское. Сейчас, знаете, даже дети такие пошли. Даже детям особо, знаете, детский контент неинтересно. Даже дети сейчас смотрят взрослых блогеров, которые как-то умно рассуждают и так далее. Мне кажется, в наше время не так было. Мне было лет, наверное, 17, я смотрела блогеров, которым лет по 15, да. Сейчас уже не так, но все равно. Я в одно время смотрела и Пушман, смотрела Мариану, но мне кажется, Пушман как-то повзрослела, на мой взгляд, да, мне до сих пор ее интересно смотреть, а Мариану уже, к сожалению, неинтересно. Хотя она клевая, она смешная. Вот. Давайте еще один кусочек мимозы. Мама с такой любовью просто готовила. Вот так вот. Обязательно переходите по ссылке и смотрите рецепт, кому интересно. А кому не интересно, смотрим дальше Мук Ванг. Мама здесь приготовила лаваш, но я, если честно, в большинстве случаев, когда что-то кушаю, я кушаю без хлеба. Может, поэтому я не поправляюсь, я не знаю. Но я не очень люблю хлеб. Он мне дает какую-то, знаете, перенасыщенность. Я быстро наедаюсь. А потом какая-то тяжесть у меня. Вот так вот торт, хотела сказать. Салатик выглядит в разрезе. Эти цветы это вообще нечто. Алька, у меня есть парень и мы очень любим друг друга, но он мне всегда что-то запрещает. Вот, например, выключил интернет. Скажи, что делать. Я всегда боюсь людей, которые как-то агрессивно себя ведут. У меня была знакомая, она развелась с мужем, потому что он ее бил. И когда они встречались, мы всегда этой нашей знакомой говорили, что он очень агрессивный. Хоть он не поднимал на нее руку тогда, но он вел себя нереально агрессивно. То есть он мог так наорать, не знаю, из-за мелочи, из-за какой-то просто. Опять же, нужно смотреть по ситуации. Я не люблю людей конфликтных, и я бы никогда не смогла встречаться с парнем конфликтным. Если он тебе что-то запрещает, это уже звоночек. То есть почему должны быть какие-то причины? Одно дело, родители тебе отключают интернет, чтобы ты учил уроки, они говорят тебе это в твое благо, для тебя, можно так сказать. А если парень просто выключает интернет, потому что им это хочется, это неправильно. На мой взгляд, не стоит разрешать мужчине так сильно влиять на тебя. Конечно, ситуации разные. Я не могу, знаете, тут советы раздавать, когда я не знаю ситуацию. Ну, я вот помню, это наша знакомая, которая в конце развелась с ними, причем он с ней развелся. Она терпела то, что он ее бьет. Приходила бы в синяках, но все равно не разводилась. Он говорил, я его люблю. Честно, до меня не доходит, как можно любить человека, который тебя бьет. Вообще, я вам так скажу, всю свою жизнь мне всегда нравились, знаете, какие парни, которые хорошо учатся, которые, знаете, такой пример для всех. Обычно девочкам всегда нравятся плохие парни. А мне как раз таки всегда нравились парни, которые никому не нравятся. Это был либо отличник какой-то, ботаник, культура, интеллектуальность. Не знаю, девочки, мне кажется, стоит обращать внимание на такие вещи. По лифту поднимаешься, спускаешься, смотришь на парня, парню 12 лет, 15 лет. И он тебе дает дорогу сначала, чтобы ты прошла. То есть зачатки джентльменства. Как я люблю маслина. Я могу прям сесть везло. Очень вкусно. Давай про то, как ты сдала экзамен. Трудно ли было? Я сразу скажу. Я поступила в университет не с первого раза. И, наверное, я очень редко про это говорю, потому что мне очень стыдно за это. Я три года ходила по репетиторам, и так получилось, что на экзамене. Не буду говорить, как все. Мне попались те вопросы, которые я не знаю. Я знала весь материал. Нет, мне реально учеба всегда давалась. Очень сложно. Есть люди, которые ходили со мной вместе на одни и те же занятия. Один раз учительница сказала, она запоминает, например, девочка, да? А мне пять раз учительница сказала, я не запоминаю. Мне на самом деле очень плохая память. И это как раз-таки повлияло на это. Для меня было очень трудно поступать в университет. Вот учиться в университете было не трудно. А вот поступить, это для меня было очень трудно. Я вспоминаю эти моменты своей жизни, когда я ходила каждый день к трем педагогам, которые жили в разной части города, и просто такая, знаете, измотанная. И я сейчас думаю, блин, я счастливый человек. Но хорошо, что я поступила. Если бы я не поступила, у меня не было моей любимой работы, поэтому обязательно учитесь, вот обязательно. Интернет, не знаю, блогинг, это все хорошо, но нужно иметь профессию, это прям обязательно. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятная. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. Ставим лайк, Эмили. Всем пока.